Итак, всем привет! И сейчас мы будем разбираться, как же сделать задачку, которая была дана вам в 21-м видео по JavaScript. Суть задачи была в том, что у нас есть вот такая строка, а должны мы получить вот такую. Также в прошлом ролике был файлик с подсказками, вот я его сейчас показываю, примерно вот так он выглядит. Здесь есть простенькое описание и более подробное, где, в принципе, по шагам расписано, что нужно сделать. Если вы этот файлик каким-то образом не нашли, то вы сейчас можете на него посмотреть и попробовать все-таки самостоятельно сделать задачу. Ну а если у вас не получилось, то давайте решим эту задачу вместе. Итак, первое, что нужно сделать, это разбить нашу строчку по запятым. У нас есть для этого замечательная функция, которая называется сплит, то есть мы берем нашу переменную, вызываем у нее функцию сплит и говорим, что нам надо разбить нашу строчку по запятым. Давайте положим это в какую-нибудь переменную и выведем то, что у нас получилось в консоль. Давайте теперь посмотрим на результат, открываем наш браузер, обновляем страничку и у нас получается 8 элементов в массиве. Как раз-таки наши хэштеги. Все, теперь нам по этому массиву надо как-то пробегаться. Ну, очевидно, что мы будем пробегаться циклом и как раз-таки тут мы можем воспользоваться циклом, который мы на прошлом уроке изучили, который называется forEach. Здесь нам в качестве аргумента будет прилетать какой-то конкретный хэштег, давайте его тоже законсолим, чтобы посмотреть, что у нас тут будет. Обновляем страничку и вот наш цикл отработал 8 раз и вывел каждый раз нам наш тег. Итак, давайте посмотрим. Ну, во-первых, у каждого хэштега вначале должна быть какая-то решетка. Давайте решим задачу с конца и получим сразу уже строчку, которая разделена не по запятым, а по пробелам. Как мы будем это делать? У нас будет с вами какой-то финальный массив, куда мы будем запихивать нашу какую-то итоговую строчку, которую мы во что-то преобразовали. Пока что мы туда будем запихивать просто наши необработанные вот эти хэштеги. Ну и как мы с вами выяснили, чтобы что-то добавить в массив, мы можем использовать функцию push. Обращаемся к нашему массиву. Используя функцию push, мы говорим, добавь туда вот этот вот хэштег, пока никак необработанный. Обработанный. Давайте теперь выведем наш массив final, опять же через консоль log и посмотрим, что там лежит. Получается, тут лежит все то же самое, что и в нашем массиве splitted. Только здесь будут уже обработанные хэштеги, а в массиве splitted как раз-таки вот эти черновые варианты. Ну и по итогу, так как мы с вами должны получить строку, у нас с вами будет переменная, давайте назовем ее str, которую мы получим при помощи функции join. То есть мы скажем, что нам элементы этого массива нужно склеить в строку, используя обычный символ пробела. И теперь на выходе у нас будет обычная строка, но элементы этой строки теперь будут склеены через пробелы. Ранее они у нас были склеены через запятые. Что ж, со строкой мы поработали, давайте теперь поработаем с каким-то конкретно отдельным хэштегом. Первое, что нужно сделать, это привести все буквы к нижнему регистру, чтобы не было вот этих больших букв. Давайте у нас тут в нашем цикле будет какая-то переменная, где мы будем модернизировать наш хэштег. Ну давайте назовем эту переменную changedTag, то есть измененный наш хэштег. Итак, первое, что мы должны сделать, это сделать все буквы нижнего регистра. Для этого есть замечательная функция toLowerCase, которая приведет все символы в нижний регистр. Мы эту функцию с вами разбирали, когда разговаривали про строки. Вот как раз я открыл это видео по строкам, и вот на седьмой минуте мы разговаривали про функцию toLowerCase, которая приводит символы к нижнему регистру. Ну и давайте теперь мы будем в наш массив final пушить не вот этот тег, с которым мы никак не взаимодействовали, а наш измененный тег. И давайте посмотрим, что теперь будет в итоге. Теперь у нас не будет никаких больших букв, все большие буквы стали маленькими. Хорошо, теперь что нам еще нужно? Ну нам нужно добавить символ решетки в самое начало. Ну давайте воспользуемся конкатенацией, скажем, что в начало нашего тега мы должны добавить символ решетки, а потом прибавить наш вот этот основной тег. Обновляем страничку, теперь у нас появились решетки. Отлично, тут мы можем воспользоваться другим вариантом конкатенации, опять же через обратные кавычки. И выглядеть это будет, ну, примерно вот так. Можем обновить страничку и, в принципе, все то же самое будет. Но такой вариант, как по мне, читается не очень хорошо. Вот такой вариант, когда мы просто прибавляем какой-то один символ, выглядит намного проще. Поэтому давайте оставим именно его. Итак, нам по сути осталась последняя вещь. У нас есть хэштеги, элементы которых разделены пробелом. Вот как, например, вот в этой строчке. Что нам нужно сделать? Нам нужно убрать у нее пробел и заменить его на вот это нижнее подчеркивание. Как мы можем это сделать? Ну, во-первых, нам наш хэштег нужно точно так же, давайте пока тест напишем, так же разбить по какому-то символу. В нашем случае это будет символ пробела. Давайте посмотрим на эти данные, которые у нас получились. Выведем нашу переменную тест. И теперь мы видим, что если у нас тут было какое-то одно слово, оно у нас, в принципе, и осталось. Если там было два слова, то теперь это массив из двух элементов. Ну, а последний массив у нас состоит вообще из трех элементов. Ну, а теперь все, что нам надо сделать, это склеить этот массив, но теперь уже по другому символу. То есть после того, как мы разбили нашу строку на массив, мы обратно склеиваем эту строчку. Ну, а теперь не через пробел, а через символ нижнего подчеркивания. И по итогу у нас теперь в нашей переменной тест будет лежать строка, где пробелы будут заменены на нижнее подчеркивание. То есть давайте еще раз. Мы взяли нашу исходную строчку, разбили ее по пробелам там, где это можно. То есть в нашем случае тег — это вот такая вот строка. Мы ее разбиваем по пробелам, получаем вот такой массив. Ну, а далее этот массив при помощи функции join мы назад склеиваем в какую-то строчку, но теперь эта строчка будет разделена при помощи вот этого символа. И по итогу у нас получится вот такая вот строка, которую мы как раз-таки запихнем в нашу переменную тест. Ну, все, нам осталось обозвать эту переменную тест как-нибудь красиво. Ну, можем здесь написать, например, value. Далее вместо чистого тега мы будем использовать как раз-таки вот эту переменную value. Приводим эту переменную к нижнему регистру, добавляем впереди решеточку и запихиваем в наш финальный массив. Ну и по сути все, наша задача решена. Вот такой вот простенький код получился. Давайте еще раз разберем этот вариант и будем заканчивать. Первым делом мы разбиваем нашу строчку по запятым, чтобы получить массив наших тегов. Мы это делаем для того, чтобы с этим массивом было удобно работать. Далее мы бежим циклом по нашему массиву. Достаем какой-то конкретный тег, ну, например, lesson. Что мы с ним делаем? Ну, сначала мы пытаемся разбить наш lesson по пробелам. Что в итоге мы получаем? Мы получаем массив из одного элемента, как раз-таки из строчки lesson. Далее мы этот массив пытаемся склеить, но так как у нас один элемент, нам, в принципе, нечего тут склеивать, поэтому в value попадает просто вот этот lesson. То есть он никак тут не меняется. Далее переходим к следующей строчке. Следующая строчка прибавляет, ну, у нас уже в value лежит просто строчка lesson. Мы к этой строчке прибавляем хэштег, и также, если тут были какие-то большие буквы, мы их меняем на маленькие. Ну, а дальше эту полученную строчку мы просто запихиваем в наш массив final. По итогу у нас массив final может выглядеть как-то вот так. Давайте мы его тоже законсолим на всякий случай и посмотрим, как он выглядит. Массив splitted выглядел у нас вот так. Далее после всяких преобразований в цикле for each наш массив начинает выглядеть вот так. Именно массив final. Ну, а далее все, что мы делаем, это просто берем этот массив и склеиваем все его элементы через пробел. И на выходе получаем вот такую вот красивую строчку. Надеюсь, что все было понятно, что у вас все получилось. А на этом я думаю, что мы можем закончить. Все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok